Слава Богу! У нас хорошее время. Давайте мы привстанем перед комментарием Торы и помолимся. Баруха Таа, Донай, Элухейну, Мелуха Алам, Ашер Бахарбану, Миколь, Хаамин, Матанлану, Эторату, Баруха Та, Донай, Нутенна Тора. Благословен ты Господь Бог наш и Царь Вселенной, избравший нас из среды всех народов и благословивший нас Торой. Благословен Господь наш и Царь, дарующий Тору. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. И недельная глава сегодня Тора называется «Ваэце», что в переводе «И вышел». Эта глава посвящена, в принципе, главному герою Иакову, который вышел из земли отца своего и отправляется в Харан. И немножко краткую историю об этой главе. Иаков покидает Точий дом и отправляется в Харан. По пути он останавливается на ночлеге, на неизвестном месте, где ему снится лестница, когда ангелы, ну мы знаем эту историю, да, ангелы подымаются по этой лестнице. Лестница, которая соединяет небо и землю, и по этой лестнице ангелы подымаются и спускаются. Знаете, когда я читаю эту историю, думаю, Боже мой, как написано, да, что ангелы, да, это служебные духи, которые служат кому? Да, тем, кто наследует, ну, спасение каждому из нас. И мы видим, что ему снится сон, когда ангелы подымаются и спускаются. И в этом сне Бог говорит с ним. И Бог обещает, что земля, на которой он лежит, будет отдана его потомкам. Наутро Яков воздвигает камень, на котором он лежал. И этот камень, он обещает, что этот камень, он сделает его домом, это место, этот камень, он сделает его домом Божиим. Дальше в Хоране Яков останавливаются у дяди Лавана, на которого работает пастухом. Лаван соглашается отдать свою дочь Рахиль за семь лет работы. Однако по истечении этого срока в брачную ночь вместо Рахили Лаван ему отдает другую, да, Лию. Конечно, только наутро это выявляется. Конечно, спустя время Яков, он женится на Рахили и согласившись отработать на Лавана еще семь лет. У Лии рождаются шесть сыновей, также дочь Дина. Рахиль же остается бесплодный, затем Рахиль отдает свою служанку Якову в жены, и у той рождаются сыновья. Да, и также у Рахили, она была бесплодна, но через какое-то время Бог услышал ее, и все-таки Бог дает ей такое благословение, да, то есть, ну, рожать. И Рахиль, она рождает Иосифа. По стечении 14 дней пребывания в Харане, Иаков хочет вернуться домой, но Лаван уговаривает его остаться, пообещав часть приплода за вознаграждение, за работу. Ну и несмотря на многочисленные попытки Лавана обмануть его, Иакову удается весьма разбогатеть. Мы знаем эту историю, когда, да, то есть, ну, рождаются овцы, да, там, ну, то есть, Бог благословил его. Вот, но все-таки Иаков, он решает через шесть лет, то есть, он отработал на Лавана, грубо говоря, двадцать лет. И вот все-таки он решает, как бы, сбежать, и он тайком убегает, но Лаван его все-таки настигает, догоняет его, и Бог говорит ему, чтобы он не делал ему ничего, ничего не говорил ему, не делал ничего худого. Вот, и после того Иаков заключает соглашение на холме Галат, после чего Иаков отправляется в святую землю, где его встречают ангелы. И вот такая вот глава. Но, вы знаете, я бы хотел обратить внимание, когда я исследовал эту главу, на очень такой важный, ну, как бы для меня момент, на молитву Иакова, когда он увидел ангелов, да, и потом он, как бы, заключил с Богом завет или даже, как бы, дал обет. Потому что интересно, что мы всегда говорим о том, что Бог, он заключает, да, ну, завет с человеком. Бог заключил завет с Ноем, мы знаем, Новый завет. Бог заключил завет с Авраамом. Он, написано, что он заключит завет, да, с домом Израиля, с домом Иуды. Он заключил свой завет с Давидом. Он заключил свой завет с нами, мы знаем, да, благодаря Ишуа, Мессии, Его жертве. Бог заключил с нами завет. Но интересно, что мы видим, что именно Бог заключает свой завет, да, ну, как бы с человеком и избирая, как бы, людей. Но мы где-то, может быть, не совсем много говорим о том, что когда человек заключает с Богом завет. И вот интересно, что именно Иаков, да, он, как бы, заключил с Богом завет, но тут даже больше, как бы, не завет, а дал Богу обещание. Это слово еще называется одним словом, как вы напомните мне, обет. Потому что, ну, как бы, завет и обет, это немножко, как бы, разные вещи, хотя в сути, как бы, они одинаковые, это договор. И, конечно, завет, он подразумевает, как бы, больше такое соглашение, как бы, с двух сторон, да, больше, как юридическое соглашение. Но за обет, это когда человек, он обещает, да, он обещает, и, как бы, больше, как с одной стороны его исполнение. И вот интересно, что Иаков, он заключает с Богом обет. И вот интересно, вот в Бытие, 28 глава, тут такие слова. «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня на пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставлю памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». И мы видим, что Иаков, да, он заключает, дает, как бы, Богу, можно сказать, даже заключает с Богом, как бы, завет, дает Богу обет о том, что если ты, Господь, даруешь мне, ты будешь со мною, ты даруешь мне одежду, ты даруешь мне питание, то тогда это место я, как бы, нареку домом Божиим. И когда мы читаем, может быть, как бы, ну, покажется, что Иаков, как бы, торгуется с Богом, да, то есть если Бог ты мне дашь, то тогда я сделаю это и это. И на первый, как бы, взгляд может показаться, что это какая-то, ну, торговля. Мы же должны, как бы, служить Богу безвозмездно и так далее. Но интересно, что Писание, оно именно оправдывает такую молитву. Оно оправдывает то, что когда мы в молитве говорим, Господи, если ты сделаешь это, то тогда я, ну, сделаю это. И Писание это оправдывает. Я хочу несколько примеров из Писания еще привести. Это первая царств, первая глава. Мы знаем рождение Самуила, да, Анна. Анна тоже была бесплодной, и как Бог ответил на ее молитву? Она говорит, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи, Саоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитям мужеского пола, то я отдам его Господу, и во все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. И мы знаем рождение Самуила. Хочу привести еще один пример из местописания. Хананейский царь, это число 21 глава. Хананейский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами, и несколько из них взял в плен, «И дал Израиль обет Господу, и сказал, если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». И Господь услышал голос Израиля, и предал Хананее в руки ему, и он положил заклятие на них, и на города их, и нарек имя тому Хорма. И еще одно местописание, это Судей, 11 глава. «И дал Иофай обет Господу, и сказал, если ты предашь Аманитян в руки мои, то по возвращению моем с миром от Аманитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу, мне будет Господу, и вознесу это на всесожжение». И мы видим, что Писание, оно, еще есть много примеров, тоже как бы не буду я зачитывать, Иоаннафан тоже давал обет перед Господом в некоторых моментах, и мы видим, что из Писания, то есть Писание, оно как бы оправдывает, и это нормально, когда мы, есть какие-то нерешенные ситуации, да, там, допустим, и мы отдаем как бы обещание Богу, «Боже, я хочу, я сделаю вот это, если ты сделаешь это и это». И что такое обет? Обет – это обещание Богу или обещание, данное перед Богом. И обет – это твердое намерение. Мы осознаем, что не все зависит от нас, да, и это может показаться какой-то торговлей, но на самом деле мы просто понимаем, что не все от нас зависит. Вот. Но когда мы даем обет Богу, обещание, мы должны сделать все, что от нас зависящее. И это, конечно же, ответственность перед Богом, перед самим собой. И это говорит о том, что мы признаем свою зависимость от Бога. Если Бог даст нам здоровье, то мы сможем много служить Богу, правда? Если Бог даст нам финансы, то мы сможем также служить этими финансами и сможем, ну, благословлять. Конечно же, наше сердце, оно должно, ну, настроено, конечно, быть не только, Боже, если ты мне дашь, то я сделаю. Конечно, наше сердце должно быть настроено, что мы должны служить Богу, ну, как бы безвозмездно, как, помните, история Сидраха, Месаха и Авдонага. Если даже ты, Боже, ну, не спасешь, не дашь, все равно я буду служить тебе. Но в данный момент, то есть эти, как бы, молитвы и просьбы, они, как бы, оправданы Писанием. И какие мы можем давать обещания Богу? То есть есть много обещаний. Молиться каждый день – это обещание Богу. Каждое утро, там, или, не знаю. Молиться, читать, ну, Писание – это тоже обещание Богу, да? Обещание Богу не грешить – тоже является обещанием. Боже, я больше не буду грешить. Или, там, делать грех, который я делал, да? Или творить милостыню. То есть, да, там, не знаю, в какое-то время, раз, может, в неделю, там, или в какое-то время, просто я хочу делать добрые дела. Просто выходить на улицу и просто делать, заниматься, ну, благотворительностью. Это тоже обещание перед Богом. Посвящение Богу – это тоже обещание, да? Недавно наши братья, они приняли водное крещение, Твилу, и что такое, да, водное крещение Твилу? То есть, это обещание Богу служить Ему в доброй совести. И это тоже обещание Богу. Ну, и, конечно, это обещание очень важно, то, что мы даем Богу, важно Его исполнять. И заключать с Богом договор – это нормально. Даже в этом случае где-то мы узнаем Божью волю. Вот. И вы знаете, в моей жизни, почему я обратил внимание, потому что в моей жизни есть моменты, когда действительно были нерешенные ситуации, и я говорил, Боже, если Ты сделаешь вот это, то тогда я сделаю вот это. И вы знаете, Бог тоже интересным образом благословил, еще когда появился у нас первый автомобиль, у меня было такое желание перед Богом, «Господь, я хочу иметь машину, но я хочу не просто, чтобы Ты мне дал, я хочу этим транспортом служить Тебе». И действительно, настолько ситуации так все как бы решилось, что Бог благословил. Это было реально благословение от Бога. И в церковь, в которую я ходил, люди были, которые по состоянию здоровья не могли приходить на служение. И я как бы исполнил свое обещание. То есть я этих людей привозил, и Бог очень сильно благословил. И я скажу, что очень важно, когда это не торговля с Богом, потому что, ну, мы должны двигаться вперед. И как написано, что путь праведника, он всегда вверх. И есть вещи, которые, ну, они как бы не сдвижимы. И я думаю, что мы должны с упорством всегда идти вперед и находить выход с любой ситуацией. Как эта вдова, которая, да, она просила судью о том, что, да, чтобы судья, он, ну, как бы помиловал, да, то есть простил. Я думаю, что это вот состояние, как бы дерзновения. Если мы что-то не получаем от Бога, мы должны находить пути. Боже, дай мне вот это, сделай мне вот это, тогда я сделаю. И, ну, конечно, в нашей ответственности очень важно, чтобы мы исполнили то, что мы обещаем. Потому что, знаете, как в этом анекдоте, да, что когда человек падает с крыши, там, да, и это, пока он падал, он там Богу наобещал, все, все там, Господи, я все для тебя сделаю. Потом как-то получилось, что он мягко приземлился, и потом говорит, Боже, ну, что в страхе не наобещаешь, да? Чтобы, конечно, не было, как в подобном анекдоте, но если мы что-то обещаем Богу, потому что, я скажу, это очень серьезно, и Бог к этому очень серьезно относится, и мы видим это в Писании. И я хочу вдохновить вас, чтобы те вещи, которые, может быть, нерешенные в вашей жизни, и это, конечно, шаг веры, и шаг веры с ответственностью, но мы должны, чтобы перед Богом Бог отвечал на наши молитвы, мы должны с дерзновением приходить к Господу. И пусть Бог вас благословит, приходи к Нему с дерзновением, и даже молиться такой молитвой. Боже, если ты сделаешь вот это и вот это, я сделаю вот это и вот это. Потому что такая молитва, она говорит о том, что не все от меня зависит, есть то, что зависит от Бога. Поэтому пусть вас Бог благословит. Будьте дерзновенны, не стойте на месте, всегда идите вперед и находите всегда выходы, потому что Бог, Он отвечает на молитвы. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok